Темпы строительства жилья в Мурме будут по-прежнему высокие. Такое заявление сделал глава округа Евгений Рычков на встрече с журналистами. Кроме того, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию отдельные долгострои. Как продвигаются работы на одном из таких домов по улице Московской узнавала наш корреспондент. Этот многоквартирный дом подрядчик должен был сдать еще в октябре 2014 года. Однако люди, вложившие строительство своей кровной, не получили квартиры до сих пор. Фирма, начавшая струйку от своих обязательств не отказывается. Просто, по всей видимости, не рассчитал свои силы. Мешиваться в ситуацию пришлось администрации округа. Производится утепление фасада здания дома. Данная работа выполнена более чем на 60% и до конца марта месяца она будет завершена на 100%. Также выполняются работы по устройству козырьков подъездов, выполнены работы по благоустройству придомовой территории более чем на 80%. Часть из этих вопросов удалось двинуть с мертвой точки лишь в прошлом году. Послал начальник управления жилищной политики, терпеть мурамлянам осталось совсем недолго. В настоящее время осталось положить асфальт. Данная работа будет выполнена, когда позволят погодные условия. Все работы выполняются в соответствии с графиком. Надеемся, что до июня месяца работа выполнена полностью и дом будет введен в эксплуатацию. На недавней встрече главы округа журналистами острый жилищный вопрос был поднят вновь. Евгений Рычков заметил, что темпы строительства жилья в Муроме будут сохранены. Причем осуществляться будет как точечная, так и комплексная застройка. Сейчас у нас стабильнее. 32 тысячи мы второй год жилья сдаем. Но для Мурома в принципе очень хорошие результаты. У нас больше было только в советские годы и по жилью. На будущий год мы тоже планируем как минимум сохранить такие журы и немножко прибавить, даже постараться к этому. При этом в этом году мы планируем полностью решить вопрос в такой категории, как обманные жильщики. Помимо дома на Московской 117 будет заселена многоэтажка на Розерше 33 в микрорайоне юбилейный и пристроена Щербакова 10. Это значит, что план на 2017 год по жилищному строительству будет выполнен. Юлия Ксакова, Александр Башуков, Новости Мура.